Итак, в данном видеоформате я бы хотел обозреть три эмитента, а именно их облигации. Это компания FES Agro, агропромышленная организация, компания Garant Invest и компания OAE, облигация Объединения Агроэлита. Отмечу сразу то, что это облигации третьего эшелона и они да, высокодоходные. В условиях нынешней паники на рынках их доходность выросла до 16%, а в некоторых даже и до 20% годовых. Почему? Потому что номинал их снизился на фоне панических распродаж буквально недавно. И, следовательно, их доходность купоны выросла. Поэтому облигация относится к облигациям третьего эшелона и необходимо их досконально в данный момент изучить, что в принципе я и сделаю. Начну я сразу с бухгалтерского отчета компании FES Agro. Первый момент это то, что выручка этой организации в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросла. То есть вот выручка за 2019 год и выручка за 2018. За 2019 все выросло. Чистая прибыль немножко снизилась за 2019 год по сравнению с 2018 годом. В принципе это далеко не критично. Далее долговая нагрузка. Долговая нагрузка вот в данном контексте за 2019 год по сравнению с 2018 годом, она немного выросла. Вот. По итогу раздела 4 и по итогу раздела 5. Но организация FES Agro, она с долгами справляется и долги эти своевременно выплачивает. Что является в целом позитивом. Далее. Более показательно я бы хотел указать финансовое состояние организации FES Agro на инфографике. А именно то, что ее финансовое положение улучшилось. Как по итогам 2018 года, так и по итогам 2019 года. Ну и основной конкурент у FES Agro. Это FOS Agro. То есть данная компания FES Agro занимается тем же самым, чем занимается FOS Agro. То есть продает удобрения на рынок сельскохозяйственного сектора. FES Agro продает удобрения на внутрироссийском рынке. И оно свое поле здесь уже заняло. FOS Agro продает свою продукцию на мировой рынок. То есть в иные страны. Бразилия, Африка, Китай, Азия и прочие страны нашей планеты. То есть разница этих организаций в том, что одна занимается в первую очередь экспортом. Вторая занимается в первую очередь продажей внутри одной страны. Российской Федерации. И друг другу они особо сильно не мешают. Поэтому о радикальной конкуренции говорить не приходится. Далее переходим непосредственно к облигации FES Agro. В первый момент уровень листинга. Третий, то есть третий эшелон. Второй момент доходность нынешняя. Составляет 20%. Почему? Ну потому что номинал стоит, то есть облигация в данное время стоит 970 рублей за облигацию. Номинал у нее с 1000 рублей за одну облигацию. То есть чем ниже номинал, тем выше доходность. Важно помнить то, что высокодоходные облигации также в панику рыночную падают. Но они падают не так сильно, как акции. Если акция способна упасть примерно на 50%, то ВДО способна упасть примерно на 20-15-20% не более. То, что нынешняя паника в принципе это и показала. Многие ВДО российские, адекватных компаний, не говорим сейчас про какие-то чумовые компании, которые предоставляют уже от номиналов 1000 рублей доходность 30%. Нет, это мусорные облигации. А вот такого рода облигации, например, FES Agro, к мусорным облигациям их не припишешь. Почему? Потому что компания занимает свое место в рынке и получает ту прибыль, которую заслуживает. Ну и тем более конкуренция способна на текущий момент времени. Также объем в этой облигации проходит в среднем от 300 до 500 тысяч рублей. Выплата купона производится один раз в три месяца. Что в принципе адекватно. Далее переходим к компании Garant Invest. В данной организации двойная деятельность. Это в первую очередь банковская деятельность и девелопмент и управление недвижимостью. То есть портфель данной организации входит в торговые комплексы. Такие как галерея Аэропорт. Это станция метро Аэропорт. ТРЦ Москворечья. ТРЦ Ритейл Парк. ТДК Тульский. ТЦ Коломенский. ТРК Пражкиград. ТРК Первого Мол. Ну и прочие торговые центры. То есть деятельность этой организации крайне диверсифицирована. И в первую очередь ориентируется на, еще раз говорю, на девелопмент и управление недвижимостью. Банковская деятельность она посредственная. Перейдем к бухгалтерскому отчету. За 9 месяцев 2019 года. К сожалению, годового отчета тут нет. В первую очередь обращу внимание на то, что за 9 месяцев 2019 года организация заработала выручку больше, чем за 9 месяцев 2018 года. Следовательно, чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с 9 месяцем 2018 года, она выросла. То есть вот она. Следовательно, за 19 год компания заработала больше, чем необходимо. Но в связи с нынешнейшей ситуацией внутри нашей страны, данный сектор бизнеса в краткосроке он будет испытывать определенные издержки. То есть сектор аренды, скажем так, девелопмента и управления недвижимостью. Почему? Ну, потому что закрывает все на карантин и, к сожалению, определенные отголоски, негативные ситуации мы уже видим сейчас. Но данная ситуация, она краткосрочная. В долгосроке ее не будет. В этой организации напрягает только одно. Это то, что долговая нагрузка за 19 год по сравнению с 2018, она лихо выросла. То есть вот. Довольно лихо и довольно сильно. Но и в данной ситуации некоторые издержки в виде долговой нагрузки, они, конечно же, имеются. Отрицать их бессмысленно. В данный момент облигации этого имитента торгуются в диапазоне от 10 до 21% годовых. Почему именно так? Ну, потому что номинал по этим же облигациям тоже немного снизился в связи со внешней рыночной паникой. То есть и деньги, которые инвесторы припарковали в облигации, они эти облигации вводили для того, чтобы потом покупать перешевевшие акции. Когда и РТС было еще по 800 пунктов. Вот, например, более ликвидная облигация ФПК Гарант БО 001R05. Она относится к облигациям второго эшелона, то есть уровень листинга номер 2. Почему к второму? Ну, потому что объема тут больше. Проходит около 3 миллионов в день. Но и облигация, данная надолгосрочная. Купон она выплачивает один раз в 3 месяца. Нынешняя доходность составляет 22%. Почему? Ну, потому что номинал сейчас упал от 1000 рублей и ниже. То есть сейчас облигация стоит 836 рублей за акцию примерно. Следствие чего и доходность такая высокая. А ранее доходность от облигаций была в диапазоне 10-12%. Поэтому у данного имитента бизнес диверсифицированный, что в принципе более-менее адекватно. То есть финансовые потоки у нее в первую очередь идут с арендного бизнеса. А банковский сектор ее, это уже посредственная деятельность. Так что арендный бизнес у них в Москве в первую очередь обустроен. А в Москве с арендного бизнеса получают огромные деньги эти организации. Поэтому и более-менее ситуация в ней адекватная и стабильная. И отмечу то, что эта организация, она приближена к властным структурам московского правительства. То есть я не думаю, что эту организацию просто так возьмут и обанкротят. Это, на мой взгляд, маловероятно. Но, следовательно, ситуация в этой организации Гарант НЕС, она крайне нейтральная. То есть не хорошо, не плохо. Опять же, по итогу 2018 года и по итогу 2019 года в том числе. Далее организация Объединения Агроэлита. Тоже сельхозсектору относится. К сожалению, в данной организации нет отчета за 2019 год, пока еще не выложили. Но, исходя из отчетов за 2018 год по сравнению с 2017, могу отметить следующее. Выручка растет, чистая прибыль также наращивается. Ну и долговая нагрузка также умеренно растет, но она, благо, своевременно погашается. Данная облигация тоже относится к облигациям высокодоходным третьего эшелона. И выберем, к примеру, ОАЭ БОП-1. Мы видим третий уровень листинга. Объемы здесь проходят совершенно небольшие в день. Ну там до 100-150 тысяч рублей в день. Доходность оставляет 17,79%. Купон выплачивает раз в 30 дней. То есть каждый месяц. Но эта облигация стоит примерно 950 рублей за облигацию. То есть чуть ниже номинала. И фундаментально в этой организации также все нейтрально. То есть ни плохо, ни хорошо. Нейтралитет. Она также занимает свою долю в рынке. И без какой-либо особой радикальной конкуренции свою деятельность производит. Ну и ключевой вопрос. Стал бы я лично покупать эти облигации? Нет, я бы их не стал покупать. Почему? Потому что мой взор сейчас падает именно на рынок акций. И я сразу скажу то, что я уже говорю об этом не первый день. Именно я большую часть своих облигаций распродал. У меня осталось только 5% от капитала в облигациях. Остальная часть меня находится сейчас в кэше. И я сейчас провожу готовность по входу в рынок акций российских эмитентов. Поэтому на облигации мой взор не пал. Так как облигация будет для меня средством для припаркования капитала для дальнейшего получения купонов. И в принципе эту функцию облигации выполнили. И на их восстановление курсовое я начал их постепенно сливать. То есть я с них получил купоны. Ну и какие-то небольшие привилегии по курсовой разнице. Почему? Потому что я многие облигации подбирал еще тогда, когда они стоили ниже 1000 рублей. То есть ниже их номинала. Ну и большая часть я сейчас имею тупо в кэше. Так как рынок акций сейчас наиболее интереснее, чем рынок облигаций. Вот именно на сегодняшний день. На этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик. Канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли. Аналитика, обзор акций, облигаций, технические, фундаментальные, а также торговые идеи. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Которые рекомендациями не являются. Но итоги по ним, а именно привилегии и их рентабельность, вы видите сами. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия нашей главной союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok